МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В начале выпуска коротко о главном. На 30% требуют увеличить заработную плату работники компании Арселор Миттл Тимиртау. Шахтеры и металлурги заявили, что в противном случае готовы на акции протеста, вплоть до забастовки. Мы хотим достойную заработную плату и требуем сегодня на конференции на это. Голубой уголь, инновационные умные дома и многое другое увидели участники делегации Карагандинской области на международной выставке Экспо в Астане. Возглавил делегацию глава региона Ирлан Кошанов. Бои без правил между водителями автобусов. Карагандинцы в очередной раз стали свидетелями потасовки между водителями, которые не поделили пассажиров. Карагандинские шахтеры и темиртауские металлурги намерены провести акцию протеста вплоть до забастовки, если им не будет увеличена заработная плата на 30%. Об этом было объявлено на конференции трудовых коллективов Арселор Миттл Тимиртау. О том, насколько реально такое увеличение, далее выпуски. Увеличить заработную плату карагандинским шахтерам и темиртауским металлургам минимум на 30%. Таково главное требование профсоюзных организаций, которые они озвучили на прошедшей конференции. В Темиртауском дворце культуры собрались сотни работников компании Арселор Миттл Тимиртау из разных городов области. Делегаты заявили, что они уже не просят, а требуют увеличить заработную плату. Вступая в дело акции работодателя, простую с рассчитыванием на то, что требования по зарплате найдут понимание. И с учетом успешной работы предприятия поступят какие-то конкретные предложения. Но мы в очередной раз убедились, что компания не хочет соблюдать принципы социального партнерства. Поэтому сегодня мы собрались для того, чтобы официально, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, выдвинуть требования коллектива Арселор Миттл Тимиртау о повышении заработной платы. Успешная работа компании по выпуску и реализации металла дает нам на это полное право. Компания же продолжает стоять на позиции, что повышать оплату труда не в времени. Правда уже без ссылок на экономические трудности, о которых мы постоянно слышали от разных генеральных директоров предыдущие годы. Карагандинских шахтеров всецело поддерживают и темиртауские металлурги. Американский доллар постоянно растет. Цены на металл в последнее время тоже выросли. Производство не стоит на месте. Все это позволило рабочим сделать вывод, что на них попросту экономят. Миттл, нас уважаемый, будем сказать, господин, хозяин, нам опять скажет спасибо за этот полугодие. Вот вам социалистический метод, подход при капитализме. Вроде работаем-то мы при капиталистическом условиях труда. Значит, бюджетники повышают, здравоохранение повышают, на пенсионерам повышают на такие цифры, как 30, там 25. Мы, извините, у нас полдоговора. Мы хотим достойную заработную плату, блин. И требуем сегодня на конференции на это. В работе конференции принял участие исполнительный директор компании Вадим Басин. От имени руководства Арселор Миттл Тимирта он заявил, что согласен с необходимостью повышать заработную плату. Однако не сразу всем на 30 процентов. А по так называемой грейдовой системе, то есть повышать в зависимости от востребованности профессии. Все специальности востребованы. Я не за то, что какая-то была дискриминация, но это объективная реальность. Надо кому-то платить, определять, кому платить несколько больше, кому сделать меньшую надбавку. А кому-то, может быть, вообще не платить. Это не значит, что у него, как мы беседовали перед этим совещанием, говорили, а у других заберут, а этим отдадут. Но не будет такого. Понимаете? Это надо сразу обговорить. Нет такого, чтобы кого-то забрать, кому-то отдать. Речь идет только о том, чтобы в соответствии с рыночной, будем говорить, значимостью профессии, с специализацией этого человека, с его умениями, навыками, опытом, дать ему достойное увеличение заработной платы. В завершение конференции представители профсоюзов заявили, что в компанию будет направлен документ с указанием всех требований. Кроме того, профсоюзные лидеры заявили, что в случае неудовлетворения требований работники оставляют за собой право решения трудового спора в рамках закона, включая проведение забастовки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Экологически чистый голубой уголь заинтересовал делегацию Карагандинской области в польском павильоне международной выставки Эксфо. В состав делегации вошли глава региона Ерлан Кошанов, соратники головы государства, руководители управлений и члены общественного совета. Целью поездки стало изучение инновационных технологий, представленных на выставке и обсуждение возможностей их применения в Карагандинской области. В казахстанском павильоне сферы Нур-Алем внимание карагандинцев привлекли разработки в области медицины и в частности интерактивное табло, демонстрирующее преимущество ядерной диагностики раковых опухолей в организме и их удаления. Да и в целом казахстанский павильон оказал на членов делегации неизгладимое впечатление. У меня хороший, массивный павильон Казахстана. Мне он настолько понравился во все, все отрасли, все так отражено, энергия будущего. В российском павильоне ознакомились с технологиями колки льда в северных морях, краснокнижной флорой и фауной Российской Федерации. В этой же экспозиции можно было увидеть настоящий айсберг. Из всех предложенных на выставке инноваций карагандинцев больше всего заинтересовала технология «Голубой уголь», представленная в павильоне Польши. Не меньшее внимание привлекла идея так называемого «умного города». Как и весь мир, мы будем начинать с безопасного города. И не просто наблюдения, а видеоаналитики, чтобы этот сигнал как-то анализировался, подавался, потому что невозможно бесконечно наращивать видеокамеры и людей, которые за этим будут смотреть. Поэтому тут нужна какая-то интеллектуальная система, которая это будет анализировать и на выходе уже выдавать конкретные вещи, за которыми надо уже смотреть. В павильоне Чешской республики Ерлана Кушанова заинтересовал проект здания. Строение обещает быть очень технологичным и экономичным. Облицовка его будет выполнена из теплосберегающих материалов, а подача электроэнергии регулироваться специальными устройствами. Карагандинская делегация также посетила павильоны Южной Кореи, США, Турции и Великобритании. Переговоры с представителями других стран по вопросам применения особенно актуальных инноваций в нашем регионе планируется провести 5-6 сентября, когда в столице будут проходить Дни Карагандинской области в рамках выставки Экспо-2017. Андрей ТН, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Лишь 21,5% госслужащих Корпуса Б Карагандинской области показали отличные результаты по итогам внеочередной комплексной аттестации. Такие данные привел руководитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области в ходе очередного брифинга в региональной службе коммуникации. По всей Карагандинской области аттестации подлежало около 5 тысяч человек. Подавляющее большинство, 73,6%, показали эффективный результат. 229 чиновника сдали тесты на троечку, а 8 госслужащих и вовсе провалили аттестацию. Такие данные на брифинге в региональной службе коммуникации привел руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Целый анализ результатов тестирования показал, что государственные случаи местных исполнительных и представительных органов отличаются тем, что сильными сторонами данных случаев являются такие компетенции, как ответственность и саморазвитие. Государственные случаи из числа ТИР подразделений центральных государственных органов отличились преобладанием таких сильных сторон, как добропорядочность и средствоустойчивость. При этом слабыми сторонами числа как местных исполнительных органов, так и ТИР подразделений центральных государственных органов является оперативность и сотрудничество. Среди тех, кто понижен в должности, есть акимы сельских округов, руководители самостоятельных отделов в районах, руководители отдела областного управления, а также заместители областных департаментов и инспекций. На сегодняшний день решение исполнено в отношении 59 чиновников. Но есть и положительный эффект от аттестации. К примеру, выявилось немало госслужащих, которые много лет работают на низовых должностях, обладая при этом немалым опытом. Проведенный анализ показал, что в области имеются случаи, когда специалисты долгое время находились на низовых должностях и по результатам аттестации были повышены в должности. К примеру, можно сказать, здесь главного специалиста аппарата Акима Ахсуа Юлинского сельского округа Шведского района Касимова. По результатам аттестации назначена заведующим сектором отдела образования Шведского района, а в должности главного специалиста она проработала 14 лет. То есть только после проведения аттестации она назначилась на руководящую должность. Жан-Дос Сарсенов отметил, что проведенная внеочередная комплексная аттестация госслужащих уже сегодня показывает своевременность и актуальность. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 31 июля по 13 августа. Масло подсолнечное лето 5 литров 1599 тенге. Вода питьевая «Тасай» 5 литров 185 тенге. Цыпленок бруйлера «Курочка ряба» 1 килограмм 635 тенге. Гель для душа «Нивея» 250 миллилитров 399 тенге. «Скиф» просто сравнит цены. В Караганде водители общественного транспорта подрались на глазах у пассажиров. В драку за пассажиров вступили экипажи автобусов городских маршрутов номер 53 и 30. По словам очевидцев, водители и кондукторы подрались между собой из-за конкуренции. Автобусы перекрывали друг другу выезд с остановки «Мечта». Пассажиры утверждают, что работники автопредприятия вели себя грубо. Друг к другу они обращались, используя нецензурную лексику. Начавшийся разговор дошел до угроз и перероса в драку. Стоит отметить, что драки между сотрудниками пассажирского транспорта – далеко не редкое явление для Караганды. Совсем недавно свидетелями аналогичных разборок стали пассажиры на остановке «Боулинг». В карагандинском Акимате прокомментировали, что в произошедшей ситуации разбираются специалисты сектора пассажирского транспорта. «Как такой драки там не происходило, однако держали друг друга очень крепко. И водитель 53-го маршрута признал свою вину, что он подтвердил, что именно он остановил его, именно он начал конфликт первый. То есть у них на дороге произошла какая-то ситуация, до конца выяснить не удалось. Ну и подтвердить его, бывали такая ситуация. В связи с чем они потом уже остановились, и водитель именно 53-го маршрута начал разборку. И даже на дороге. В настоящее время, получается, водитель 53-го маршрута объявлен выговор, лишен премии, лишен участвовать в конкурсе «Лучший водитель». И это будет последнее предупреждение, так как ранее до этого у него выговоров не было и замечаний». В Тимиртау девушка прокатилась на крыше автомобиля. Сотрудники местной полицейской службы установили и привлекли к административной ответственности водителя. Видеозапись появилась накануне в социальных сетях. На кадрах видно, как на крыше авто, двигающегося по улицам города Металлургов, едет девушка. Сотрудниками полиции установлена водитель автомашины марки «Хюндай». Она привлечена к административной ответственности сразу по двум статьям административного кодекса. Областной департамент внутренних дел напоминает, что подобные выходки недопустимы, так как создают угрозу не только для жизни других участников дорожного движения, но и для самих любителей прокатиться с ветерком. «В ходе разных мероприятий сотрудниками местной полицейской службы у города Тимирта установлен водитель автомашины «Хюндай». В отношении него составлены два административного протокола по статье 593 и 595 ОПА административного правонарушения Республики Казахстан. В Балхаше раскрыто убийство 18-летней девушки. Полицейские оперативно установили личность девушки и задержали убийцу. Стражи порядка провели подворный обход, взяли показания владельцев, продавцов, торговых точек и таксистов, работающих в районе совершения преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель Балхаша, который признался в совершении преступления. Почему молодой человек расправился с 18-летней девушкой, выясняется. Он водворен в изолятор временного содержания. Для раскрытия особо тяжкого преступления была создана оперативно-следственная группа. На установление личности связей потерпевшей возможных свидетелей был ориентирован весь личный состав городского отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УВД города Балхаша по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 21-летний житель города, который дал признательные показания в совершении преступления. На сегодняшний день он водворен в изолятор временного содержания. В отношении возбужденного уголовного дела по статье 99 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан подозреваемый водворен в изолятор временного содержания проводится расследование. В городе Уфа Российской Федерации задержаны подозреваемые в убийстве двух жителей Тимиртау. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно с сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте были установлены подозреваемые в поезде, следовавшем по маршруту Новосибирск-Белгород. Оперативными действиями подозреваемые были задержаны на станции Уфа. Задержанные признали, что 28 июля из-за неприязненных отношений убили двух жителей Тимиртау. В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Республику Казахстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно с сотрудниками Российской Федерации задержаны двое жителей города Тимиртау по подозрению в совершении убийства в городе Тимиртау. В настоящий момент они дали признательные показания. Решается вопрос об их экстрадиции в Республике Казахстан. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. А я с вами прощаюсь. Оман Сауголмсдор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова